Всем привет! Вы на канале Система, канале актуальных событий в Украине и мире. Сегодня разберемся в теме внешних займов. Может ли Украина не одалживать деньги? Кредиты это хорошо или плохо? Сколько мы платим за обслуживание долга? Какая страна лидер по количеству займов и почему Украина не реструктуризировала свои долги? Подписывайтесь на систему, чтобы знать и понимать больше. Почти все страны живут в долг. По данным Института международных финансов, мировой государственный долг на конец 2020 года составлял 82 триллиона долларов или 105 процентов мирового ВВП, а глобальный, включая частный, 281 триллион или 355 процентов мирового ВВП. По размеру госдолга лидируют США, Япония и Китай. Это самые крупные экономики мира и самые большие должники. Все страны мира, практически все, практически без исключения, у них есть государственный долг, в том числе и внешний государственный долг. Почему он возникает? Потому что не всегда хватает собственных средств в экономике для того, чтобы развиваться более быстрыми темпами, чем только лишь при внутренних средствах. Поэтому есть такая практика, и она общемировая, что страны заимствуют на внешних рынках. Внешние заимствования, в них ничего плохого нет. Это совершенно нормальный инструмент, которым пользуются очень многие страны, страны и компании тоже. Это кредит. В кредитовании нет ничего плохого. Главное, чтобы эти кредитные средства использовались для того, чтобы пополнять возможность, улучшать свою финансовую возможность, либо улучшать какие-то направления, если говорить о государстве, экономические направления, для того, чтобы эти направления потом давали финансовый возврат, для того, чтобы потом покрывать вот эти вот долговые обязательства. Украинская экономика съедает больше, чем зарабатывает, и покрыть этот дефицит возможно с помощью заимствований внешних или внутренних. Если говорить о последних, то это может быть приватизация, прямые иностранные инвестиции или поступление от гастарбайтеров. Особенность украинской экономики в том, что ее структура является аграрно-сырьевой. Производим и продаем сырье с низкой добавленной стоимостью, а импортируем готовый продукт с высокой добавленной стоимостью. На сегодняшний день государственный долг составляет более 90 миллиардов долларов, 58 процентов из которого внешний долг, 42 процента внутренний. Есть разные сценарии обслуживания внутреннего и внешнего борта Украины, но найбільш оптимальным сценариям для нашей страны есть залучение внутренних ресурсов через механизм облигации внутренней державной позиции, так и залучение внешних ресурсов, внешних кредиторий. Это может быть, как и выход самого государства Украины на внешние рынки через выпуск облигации внутренней державной позиции, або залучение коштей Международного валютного фонда и других международных финансовых институций. Независимая Украина начала свою историю без долгов. После распада Советского Союза было подписано так называемое нулевое соглашение. По договоренностям Россия взяла на себя внешние долги, а Украина отказалась от заграничных активов. За 29 лет независимости государственный долг только увеличивался. Мы получили плюс 53 миллиарда, плюс 53,5 миллиарда долларов внешних государственных долгов. Экономика за это время сократилась на 37%, то есть минус 37%. То есть на фоне падения мы постоянно наращиваем внешний долг. Это, конечно же, большая проблема и свидетельствует о неэффективном функционировании украинской экономики. Почему вообще возникает потребность еще в долгах и в заимствованиях, особенно у Украины? Потому что, еще одна причина тем, что я уже называл, потому что мы зарабатываем меньше, ну, как экономика в целом, чем потребляем. То есть этот дефицит надо чем-то покрывать. И внутренних ресурсов не всегда хватает, чтобы должить внутри, поэтому приходится еще и одалживать вовнять. Неудивительно, что при такой тенденции Украина пережила уже два дефолта, как по внутренним в 98 году, так и по внешним долгам в 2015. Реструктуризация внутреннего и внешнего госдолга, псевдосписание внешнего с долговой кабалой до 2040 года. Это так называемая реструктуризация имени Ереська. Впервые с проблемой обслуживания и погашения госдолга Украина столкнулась осенью 98 года. На то было две причины – дефолт в России и пирамида ОВГЗ с высочайшими ставками от 35 до 85% годовых. Иногда эта цифра достигала и 180%. Облигации внутреннего государственного займа – это ценные бумаги, выпускаемые Минфином для погашения дефицита бюджета. Государство гарантирует по ним стопроцентные выплаты. Тогда украинскому правительству удалось добровольно-принудительно переоформить ОВГЗ в так называемые конверсионные и растянуть срок их погашения на 5 лет. Кстати, нерезиденты получили сверхвыгодные условия. Им была предложена гарантированная ставка 22% годовых валюте. Также после длительных переговоров Украине удалось реструктуризировать долг и перед внешними кредиторами на сумму более 2 млрд долларов. Также была реструктуризация в 2015 году на сумму 15 млрд долларов и плюс якобы списание на 3,6 млрд долларов. Но это была очень неудачная реструктуризация внешнего долга для Украины по двум параметрам. Первый, 15 млрд долларов, то что реструктуризация произошла со срочкой на 7 лет, мы уже начали кстати уже и погашать, даже не на 7 лет, на 5 лет. Но при этом я считаю, что это очень короткий срок, мы могли говорить о 10-15 летнем периоде. Сделку эксперты-экономисты называют невыгодной и даже кабальной. Во-первых, долг в 3,6 млрд долларов был не списан, а переоформлен в другие долговые бумаги, а во-вторых, выплаты по этим бумагам были привязаны к росту украинской экономики. Чем выше рост, тем больше суммы. Тут даже недавняя аналитика от Международного валютного фонда пару месяцев назад вышла и они оценили эту реструктуризацию якобы списание как невыгодную для Украины. Даже Международный валютный фонд признал, что это невыгодно для Украины на тех условиях, на которых она была проведена. Мы слишком дорого будем платить за списание пары миллиардов. 3, по-моему, миллиарда было списано, но за это нам придется выплачивать гораздо большие деньги, потому что при росте ВВП больше 3% мы должны делать определенные отчисления. Они выглядят вроде бы в процентном отношении не так много. Это там 15-40% от суммы, превышающей вот эти вот 3-4% роста ВВП. Но здесь нужно учесть один момент. Эти проценты идут от ВВП Украины, но платятся они из бюджета. Но при этом ВВП Украины в 4 раза больше, чем бюджет. Поэтому если мы говорим о полпроцента, там 1% по ВВП, если перенести это на бюджет, это будет полпроцента, это будет 2% от бюджета, а 1% это будет 4% от бюджета, а это огромная сумма. При росте ВВП от 3 до 4% за год мы должны отдать кредиторам 15% от роста, а свыше 4% уже 40%. И так до 2040 года. По оценкам разных экспертов, общая сумма платежей по этому якобы списанному долгу до 2040 года может составить около 30-40 миллиардов долларов, что в 10 раз превышает сумму самого долга. Еще один шанс реструктуризировать долг Украина получила весной прошлого года. К таким действиям официально призывал МВФ и Мировой банк. Тогда для стран с высокой долговой нагрузкой МВФ выделил 50 миллиардов долларов с упрощенным доступом к таким средствам. По оценкам экономистов, Украина могла единоразово получить порядка 3 миллиардов долларов без дополнительных в том числе политических обязательств. Но украинская власть этим не воспользовалась, продолжив политику не только наращивания внешнего долга, а и выполняя многочисленные политические требования. Успешные примеры реструктуризации внешних долгов в мире есть. Один из самых крупных заемщиков МВФ – это Аргентина. При том, что страна объявляла 9 дефолтов, она каждый раз возвращалась в сотрудничество с фондом. Самый крупный дефолт Аргентины – 102 миллиарда долларов. Этот кризис случился в 2001 году и, по словам экспертов, был напрямую связан с МВФ. Так, по требованию кредитора в стране были созданы чрезвычайно благоприятные условия для иностранных инвесторов. Некоторые были освобождены от налогов на 25 лет. В Аргентину хлынули горячие деньги. Обменный курс был жестко фиксирован. В 2001 году, когда эти средства стали массово выводить из страны, резко обвалилась местная валюта – аргентинский песо. И власти вынуждены были объявить дефолт. Кульминацией кризиса стали декабрьские беспорядки, в ходе которых Аргентину захлестнула волна мародерств. В 2020 году случился очередной девятый дефолт, когда страна не выплатила около 500 миллионов долларов по еврооблигациям. После длительных и очень напряженных переговоров властям удалось реструктуризировать внешний долг на сумму 65 миллиардов долларов, включая списание почти 38 миллиардов в течение последующих 10 лет. Вы смотрите систему и далее в этом выпуске. Может ли Украина прожить без внешних займов? Как правильно ими распоряжаться и как не набрать лишнего, чтобы потом расплатиться? Как кредиты помогают экономике и влияют на жизнь простых людей? Об этом далее. Вопреки распространенному мнению о негативных последствиях внешнего кредитования, денежные вливания важны для экономики, так как это возможность развиваться. Другой вопрос, что кредиты часто дают под политические обязательства, которые вынуждена брать на себя страна. Во внешних заимствованиях нет ничего плохого, только лишь при двух условиях. Первое условие, если эти внешние заимствования расходуются не на проедание, а на созидание, то есть, например, на какие-либо инвестиционные проекты, которые дают отдачу. И второй момент, второе условие, очень важное условие, это если там отсутствуют разные политические требования. Политические требования имеются в виду кредиты от Международного валютного фонда, Мирового банка и Европейского союза. Ну а пока же наоборот. Украина проедает внешние кредиты и вынуждена выполнять политические требования партнеров, которые сдерживают экономическое и социальное развитие. Так, украинской власти не дают снижать налоги, что могло бы стимулировать развитие отдельных направлений экономики, настойчиво рекомендуют отказаться или ограничить упрощенную систему налогообложения и провести тотальную фискализацию малого бизнеса, на что Украина уже согласилась. Кроме того, по требованию международных партнеров были значительно повышены коммунальные тарифы и ограничены социальные программы. Политические договоренности появились в кредитных соглашениях с МВФ не так давно и причиной стало то, что Украина перестала достаточно активно выполнять условия МВФ. И они посмотрели, что из-за коррупции они дают деньги, а они куда-то улетают из-за коррупции, они дают деньги, а ситуация не улучшается. Естественно, у них возник вопрос, они же кредиторы, они дают деньги, они хотят, чтобы деньги возвращались, у них должна быть гарантия, чтобы деньги вернулись. И они говорят, ребята, подождите, мы вам даем деньги, они у вас уходят неизвестно куда. И когда в 2014 году обсуждали программу с МВФ после революции, Яценюк тогда честно признался, что учитывая сложность ситуации, Украина согласна на абсолютно все условия, которые предлагал МВФ и согласилась. Одним из условий выделения кредита является выполнение так называемых маяков, обязательств, которые берет на себя украинская сторона для получения очередного транша. Очень часто решение предоставлять или не предоставлять кредит МВФ принимает вне зависимости от выполнения этих маяков, а чисто из политических соображений. Так, например, в 2017 году Украина выполнила всего 3 из 11 маяков и все равно получила 1 миллиард долларов. В 2020 выполнила все маяки, но МВФ заморозил кредитование, сославшись на политические причины. Тогда речь шла о смене главы Нацбанка, решении проблем с Конституционным судом и потенциальное увольнение главы НАБУ. Доля кредитов от международных финансовых организаций во внешнем государственном долге Украины составляет 23,5 миллиарда долларов. Это 44% общего долга. Из них почти четверть – это заимствования, предоставленные МВФ. 11% от Мирового банка и 9% от Европейского союза. Украина также заимствует на международном долговом рынке, продавая так называемые евробонды. Их в структуре внешнего долга Украины 43%. Они вдвое дороже, чем кредиты от международных финансовых организаций – 6-7% годовых. Преимущество их в том, что кредиторы не выдвигают политических либо других требований. Их интересует только доходность. Именно такие заимствования, по мнению экспертов, более выгодны для Украины. Нам нужно сотрудничать с МВФ и другие международные финансовые организации, чтобы получать максимальный ресурс в этом направлении. Другой, нам нужно выходить на внешние рынки, получать через облигации внешние государственные позики, то есть ресурсы. В этом году правительство планирует получить полтора миллиарда долларов от МВФ. Если на эту сумму продать евробонды, то переплатить за проценты придется 50 миллионов долларов в год. Именно в такую сумму может обойтись Украине независимость от МВФ. При этом не нужно будет выполнять политические обязательства и можно будет проводить независимую экономическую политику. Смотрите далее. Опасаться ли Украине дефолта и почему низкий процент по кредиту – это не всегда хорошо? На что Украине нужно тратить одолженные деньги и почему западные партнеры не дают этого делать? Это канал Система. Подписывайтесь на нас, чтобы знать и понимать еще больше. Стоит ли Украине, изучив международный опыт, попытаться реструктуризировать долги? В этом году наша страна должна выплатить почти 6 миллиардов долларов по внешним обязательствам. И сделать это будет непросто. В вопросе необходимости реструктуризации мнения экспертов расходятся. Почему надо делать реструктуризацию прямо сейчас? По одной простой причине. Потому что в течение ближайших пяти лет мы должны выплатить Украину по внешним долгам, погасить плюс проценты порядка 30 миллиардов долларов. Мы не допустим дефолта, плюс-минус денег может хватить, но этих 30 миллиардов долларов, я так думаю, желательно было бы запустить в экономику Украины, а не на выплату внешних долгов. Пойдут ли на это наши внешние кредиторы? Пойдут, но при правильном переговорном процессе. Потому что сказать, что давайте мы сейчас вам не будем платить, заплатим через 10 лет, это, конечно, не разговор. Необходимо четко объяснить, что сейчас у нас такой уровень развития. Мы находимся на очень низком уровне экономического развития. Нам нужны финансовые ресурсы. У нас очень большие выплаты по внешним долгам. Давайте мы их рассрочим на 10, 15, а то лучше 20 лет. Возможно, какую-то часть пишем, но вы в любом случае получите свои деньги обратно. Питание, что возможно, что не должно стоять на сегодняшний день. Потому что любая реструктурация, она доревняет дефолту. Сьогодні, на мою думку, как эксперта, в Украине достаточно возможности для того, чтобы обслуговывать бурги. Нам нужно, скажем так, працювать эффективно с Международным валютным фондом и другие международные финансовые организации активно заложить их ресурсы. Просто простую цифру назву, например, что я анализовал, встану на 1,1 года 2021 года мы не выкросли деньги Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Международной финансовой корпорации и деньги Европейского банка на сумму 7,7 миллиардов долларов. То есть эти деньги, которые могут быть инвестированы в нашу государство. И это те деньги, которые могут додать додатковый импульс для экономического увеличения ВВП, экономики и так далее, для структурной прибыли нашей экономики. И таких ресурсов очень достаточно. Какой выход из этой ситуации? Пересмотреть модель сотрудничества с МВФ, отказаться от кредитов с политическими требованиями и сосредоточиться исключительно на экономике и привлечении прямых иностранных инвестиций? Для того, чтобы не накапливать долги, страна должна, а, больше работать, больше давать ВВП, больше продуктов и меньше воровать. Значит, если будет одно и второе, то тогда, естественно, потребность в каких-то внешних деньгах, чтобы поддерживать бюджет, эти же деньги не идут на развитие экономики, они идут для поддержки ситуации. И поэтому поддерживать ситуацию уже не надо будет, мы будем сами поддерживать ситуацию. Вот в этом случае. Но в скором времени вряд ли стоит этого ожидать, потому что очень резко нарастить ВВП, ну, вряд ли можем, сможем. И прекратить резко воровать, наверное, тоже вряд ли получится. Внешние кредиты, они должны расходоваться на какие-то инвестиционные проекты, ну, как минимум, на инфраструктурные, ну, то есть, которые не дают прямую отдачу, но которые позволяют другим отраслям и другим бизнесам давать большую отдачу. Чем лучше инфраструктура, тем легче и проще, и эффективнее, возможно, функционировать бизнесу. С точки зрения смены приоритетов, необходимо, можно работать с любым кредитором, если будут соблюдаться два условия. Первое условие, это, опять же, инфраструктура инвестиций, а второе условие, если кредитор не выдвигает никаких дополнительных политических и экономических требований, как это делает, например, Международный валютный фонд и как это делает тот же Европейский союз. Потрібно покращивать инвестицийный клімат, это другая складова, то есть структурные реформи, чтобы судовая, податковая, митная была, как в Европе, чтобы были защищены права кредиториев, потому что банковская система сегодня професситная, суперликвидная. На рахунках банков находится там близко 180 миллиардов гривен. Но тогда у меня возникает вопрос, почему они не инвестуют в кредитирование? Одна из причин, там причин много, но одна из причин, неэффективная судовая система, неэффективная правоохранная система, то есть большие проблемы с реализацией, там заставинами, если возникают такие вопросы. Поэтому над этими вопросами, если будет все спрощено, то если банковская система будет выдавать кредиты, и если будут возникать эти проблемные моменты, вырешивать их быстро, как в Европе, то эти ставки по кредитам будут очень низкими. Кроме всего прочего, экономисты уверены, Украине необходимо сделать акцент на внутренние резервы. Правда, это возможно только при наличии доверия граждан к власти, банкам и судам. Никакие кавалерийские наскоки в виде амнистии капитала не помогут, если нет такого доверия. Это спецпроект канала «Система». Мы попытались разобраться, может ли Украина жить без внешних заимствований. И чего в этом больше, позитива или негатива? Главный вывод – кредиты полезны для украинской экономики. Но если эти деньги тратить не под диктовку кредиторов, а на развитие своей страны? Подписывайтесь на систему, чтобы знать больше. И пишите свои комментарии. Счастливо!